Смеги ТВ, первый еврейский телеканал, приступает к демонстрации нового цикла аналитических и в то же время развлекательных программ под названием «Хохма недели». В студии Григорий Бутлицкий, Осна Тестрина и Николай Лебедев. Ну и в чем же Хохма-то? Ну на этой неделе главная Хохма – это российский чемпионат мира по футболу. Но давайте все-таки объясним у нас, что такое Хохма, потому что нас могут не понять и решить, что уже смешно, а это серьезно. Слово Хохма в изначальном своем значении на иврите означает мудрость, но впоследствии, как многие, я думаю, знают, оно приобрело приносный смысл, как такая глубокомышленная шутка юмора, так сказать. И вот пользуюсь этим, и надеюсь, что наша программа будет соответствовать термину «Хохма» в его обоих значениях. Вернем, да, вернем первоначальное значение этому слову тоже. Ну, потому что мудрость, она, как правило, вызывает евреев улыбку. Вот и все. И так футбол. И так футбол. Чемпионат мира. Главный международный турнир по футболу, который проходит раз в четыре года. В этом году станет 21-м по счету. Его финальная часть впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Все звезды мирового футбола, 32 команды, сразятся за кубок FIFA на 12 стадионах в 11 городах России. На подготовку мундиаля уже потрачено более 13 миллиардов долларов. Это сделало его самым дорогим чемпионатом в истории. Сборная Израиля не попала в финал, уступив командам Испании, Италии и Албании в отборочном турнире. Мне кажется, что очень печальное сообщение о том, что команды Израиля не будет на чемпионате мира. А мне кажется, это очень радостная новость. Наконец-то мы нашли команду, которая играет хуже, чем мы. Ну вот я не знаю, это так или не так. Не факт, что она играет хуже, потому что команда, принимающая чемпионаты, по факту участвует. А, без обороны. Чемпионат же независимо от своих реальных результатов. Так что на самом деле прямого боевого столкновения там, скажем, не было. У команды Израиля был бы шанс, в общем-то, если бы мы участвовали, тогда получали. Если бы, да. Да. Позволь, но я думаю, что нам надо обратиться к специалисту. Альберт Соломонов, футбольный тренер, специалист, наш гость из Израиля. Здравствуйте, Альберт, рады вас видеть. В эфире нашей программы. Добрый день. Добрый день. Спасибо, взаимно. А как в Израиле вообще с футболом-то? В нашей группе играли такие сборные, как Испания и Италия. Я уже не говорю о Албании, которая в последнем турнире очень хорошо себя показала. Помимо того, что наша команда не попала туда, если предыдущие отборочные турниры сборной Израиля не попадала, так сказать, всегда не хватало копейки до рубля, то в нынешнем отборочном турнире Израиль даже не показал той игры, я уже не говорю о результате той игры, которой от сборной ожидали. Какой-то рисунок, лицо, стиль, схему. И это большее разочарование, нежели занять первое или второе место достаточно сильной отборочной группе. А как вообще население Израиля отнеслось к тому, что команда не вышла, не участвовала в чемпионате? Это было такое национальное разочарование. Там ходили, срывали плакаты футболистов, пририсовывали мусы, кричали, там вы не умеете играть. Как это воспринялось населением? Или вообще никто ничего не заметил? На самом деле не будет разочарования, если не будет ожиданий. У меня лично не было ожиданий. Если заняться молодежью тем, кому сейчас 8-10 лет, сделать костяк, вести эту сборную, мы можем подумать о следующем чемпионате через 12 лет. Сразу приходит на ум анекдот, как Рабинович слушает новости по радио. И там говорят, что за Лионелем Месси Реал Мадрид предлагает 200 миллионов долларов. Слышав это, он говорит своему сыну, который там сидит с горбившись звуком, говорит, Сема, что ты сидишь за этими книжками? Иди уже погоняй мячик во дворе. В общем, у израильского футбола есть будущее, и мы в него верим. Удачи вам, удачи вашим воспитанникам, и мы надеемся, что мы увидим ваших воспитанников в качестве игроков сборной Израиля на чемпионате мира по футболу. Они есть, они есть сборная Израиля, а на чемпионате мира я и сам желаю им, и нам, и вам, и всем. Спасибо, спасибо. И тем не менее, евреи на чемпионате мира в России будут представлены в огромной степени, потому что... Потому что они приедут болеть за футбол. Правильно, потому что для них все будет здесь четко организовано. По крайней мере, это обещают. В разных новостных источниках сообщают, что около 10 тысяч граждан только Израиля прибудет в качестве болельщиков на территории Российской Федерации, и еще несколько тысяч евреев граждан других стран. Если приедут евреи, евреям надо есть. Правильно. Так же, как и всем другим людям. А учитывая то, что, так сказать, многие приехавшие люди, они приезжут не только болеть за футбол, но они при этом вполне религиозные люди, они соблюдают принципы. Да, а учитывая, что чемпионат длится больше, чем неделя... Месяц, извиняюсь, и Григорий, и месяц. Тем более месяц, да. Месяц, да, не напасешься. Нет, просто может через неделю закончатся интересные выступления и не уедут. Но приедут другие... Да, команда Израиля проиграла, они бы уехали. Так они могут, да, остаться на месте. Вы как-то так не доверяете вообще, в принципе, футбольным болельщикам. Футбольные болельщики прижают смотреть на красивый футбол. Кто бы его не исполнял. Возможно, но я вот никак не могу понять, за кого будут болеть болельщики из Израиля, если их команда не участвует. Ну, есть другие команды, которые хорошо играют. Лизинч, рассредоточиться. Знаете, как есть такой принцип, что за кого вы болеете, я всегда за победителя. Вот, исходя из этого принципа, всегда, в общем-то, есть за кого поболеться до конца чемпионата. А если матч будет в субботу, например, вот что делать? Если матч будет в субботу. Ну, хороший, знаете, есть такой универсальный еврейский ответ. Спросите у Равина. Вот мы сейчас у Равина и спросим. Это проблематично. Проблематично и играть, и проблематично участвовать на играх. Но если человек достаточно заранее готовится к этому матчу, к этому игру, и он советуется с Равином, как ему бить в данной ситуации, он может решить ряд вопросов, которые ограничивают его посещаемость в шаббате. Но поэтому он должен общаться с Равином и узнать, как, чего, чтобы не было никакого нарушения шаббата. Потому что так банально прийти в поле, прийти в стадион и участвовать, это вызывает много как бы нарушений, и, соответственно, это нельзя делать в шаббате. Вот мне сейчас возникла такая идея, фраза «Еда – это святое» как нельзя лучше относится, по-моему, к евреям. Безусловно. Поэтому надо понять, а хватит ли, в общем-то, на всех святости. Николай, вы сколько сказали? Во что это разойдется? 10 тысяч израильтян и несколько тысяч, ну, видимо, 5-3 тысячи евреев из других стран. То есть евреи приедут по принципу тюам и сюрпризам. В принципе, посчитать невозможно, сколько игроков приедет, возможно, мало. Нет, вы понимаете, тут приедут израильтяне, а если придут евреи, которые, ну, вот, из регионов России, да, наверняка есть тоже. Они тоже относятся вот к тем, кого будут сопровождать, кормить и обеспечить им условия, или это только для иностранцев? Я думаю, что, разумеется, граждане России, если там московский еврей, там, соблюдающий заповедь, поедет там в Волгоград, то его с удовольствием там в местном Хабаде примут, обогреют, как там говорили, обогреют. Про подогрев Раф ничего не говорил, но про то, насколько российско-еврейская община готова обеспечить кошерной едой всех желающих, это Раф сказал. Мы не можем сказать сегодня, сколько потребителей, но мы знаем, у нас есть разные статистики, мы дали разные кампании, чтобы сделать социальные вопросы. Мы знаем, что идет речь о нисколько десятки тысяч еврей, которые собираются прийти из разных странных мира. Из них огромное количество еврей, которые постоянно и четко соблюдают кошерут, поэтому мы ожидаем действительно большое количество людей. Я думаю, что питание хватит, потому что Москва очень развитый город, где там очень много, очень развитые идеи кошерут. Мясо хватит достаточно, молоко хватит достаточно. У нас действительно очень большие поставщики, которые обеспечивают кошерное питание. И я не думаю, что будет проблема с кошерным питанием. Желаем всем удачи и желаем всем зрители. Хороший мяч. Показательный момент, что одним из городов, которые принимают участие в чемпионате, является Саранск, где малочисленные еврейские общины и нет постоянного раввина. Так вот, даже туда Федерация еврейских общин засылает студентов Ешив, которые, значит, будут там какие-то евреи окажутся в этом заколусье, они, значит, и там им полную инфраструктуру обеспечивают. Слушайте, а представляете, что бы было, если бы израильская команда участвовала в чемпионате? Было бы, по крайней мере, гораздо больше желающих есть бескошерную еду. Сколько бы приехало евреев, как бы это было все организовано? На самом деле, вот, между прочим, есть люди, которые бы имели бы возможность есть кошерную еду в совершенно неограниченном количестве. Я имею в виду сборную Аргентины, которая должна была приехать играть в Израиль, но она не приехала. Почему, Николай? Почему? Высказываются разные версии. Основная из них, которая была сформулирована самой аргентинской стороной, заключается в том, что этот товарищеский матч должен был состояться в Хайфе, и его неожиданно, без предупреждения, перевели в Иерусалим, а играть в Иерусалиме, это связано с определенными дипломатическими сложностями международного характера, поскольку международный степс Иерусалима до сих пор находится под вопросом. То есть, получается, аргентинская команда, она вообще даже в Израиль не въезжает, чтобы сыграть, да? Да, потому что она считает, что она не знает, на какую территорию она случайно въехала. То есть, не въезжает, на какую территорию въезжает. Так ли важно, на какой территории играет футбол? Чтобы граница не проходила по центру поля, да? Да, но и то, я думаю, что можно как-нибудь визу получить. Для каждого на поворотом, ну конечно. Можно получить мультивизу и бегай себе. Да, но пока вы бежите, вы проходите пограничный контроль, мячик уже укатился, да, плюс еще мячик надо досмотреть. Дело не в визе, дело в том, какой будет разуман, потому что въехать-то на палестинскую территорию можно и по израильской визе. Но дело в том, что какая буча поднимется в Европе, прежде всего, и, видимо, вот Аргентина не хочет таких осложнений. И аргентинцы, видимо, решили, что вот наша хата с краю лучше в эти ближневосточные дебри не лезть. Таким образом, матч Израиля-Аргентина не состоялся. Давайте поговорим о событиях, которые еще не состоятся. Также не состоится, скорее всего, конкурс Евровидии, который должен пройти через год в Израиле. И не по той же причине, ну как почему? Ну, опять-таки, может быть, все-таки в Иерусалим, поедет, может, в Хайфу съездит. А кто его в Хайфу перенесет-то? Там уже вам второй раз гостинство проработает, а потом никого не принимает. Смотрите, если можно футбол из Хайфа в Иерусалим, то, может, можно Евровидение из Иерусалима в Хайфу? Ну, Евровидение не обязательно должно проходить в столице. Если действительно в мире упрутся и скажут, что Иерусалим нет, возможно, пройдет в Тель-Авиве. Ну, и Религиев настаивал на том, чтобы это был Иерусалим. Да, она женщина, в общем-то, влиятельная, министр культуры, как-никак. Как-никак, Евровидение куда ни крути, все-таки культуре... И эту самую в мире Религиев, как в свое время товарища Фурцеву, отстранили от непосредственного участия в подготовке к Евровидению. Уже? Уже. То есть приготовились, заранее приготовились. Я думаю, что это будет очень большая хохма той недели, на которой должно пройти это Евровидение, мы тут обязательно вернемся. И мы обязательно об этом еще поговорим, я думаю, в свое время. Ну, а пока спасибо за внимание. С вами были Николай Лебедев. Григорий Бутлинский. Ясно, ответственно. Все вам доброго. До встречи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!